Здравствуйте! В эфире программа «Реформатор», где мы обсуждаем важные преобразования, происходящие в нашей стране. Студия Мерверт Шукуева. Говорить сегодня будем о реформе сельского хозяйства. Почему аграрный сектор Казахстана, который должен был стать драйвером экономического развития, находится в плачевном состоянии? Сколько можно помогать казахстанским фермерам и почему на полках наших магазинов сплошь импортные товары? Разберемся вместе с экспертами. Начну с того, что сельское хозяйство – это основа безопасности любой страны. Там, где создают свою сельхозпродукцию, создают основу для сильной экономики. Ни сельским хозяйством, ни стабильным экономическим положением Казахстан пока похвастаться не может. Хотя наша страна занимает второе место в мире по площади пахотных земель на душу населения, а более 70% территории республики пригодны для ведения сельского хозяйства. Мы видим, что Казахстан может кратно увеличить само производство сельскохозяйственной продукции. В целом макрорегион, то есть евразийский макрорегион, гипотетически может прокормить почти 700 миллионов человек. Но мы, к сожалению, даже справляемся плохо с задачей просто обеспечения внутреннего рынка. Казахстан может прокормить одна область Алматинская, весь Казахстан. Представляете, то есть у нас ресурсы на каждого гражданина Казахстана – полтора гектара пашни. В Китае это 10 соток. 10-15 раз меньше, чем у нас. Мы себя можем прокормить, мы можем кушать самое дешевое, самое полезное. Однако, несмотря на такие ресурсы, поднять с колен аулу государство не получается. За годы независимости были потрачены огромные усилия и государственные деньги. Но прогресса как не было, так и нет. Люди уезжают из сел, с карты страны исчезают целые населенные пункты. А на прилавках магазинов чаще можно встретить импортные продукты, а не отечественный товар. Из села люди голосуют ногами. То есть идет огромный поток урбанизации. Из села люди переезжают в города. К тому есть несколько объективных причин, почему люди могли бы оставаться на селе. То есть им надо заниматься каким-либо бизнесом. Для этого нужны необходимые всего три ресурса. Это земля, вода и финансы. Землю и с водой мы с вами прекрасно знаем, как обстоят дела. Это боль. А с финансами, я скажу, гораздо хуже. Финансирование сегодня главная проблема отрасли, уверяют эксперты. Многие сельхозпроизводители, начиная от малых, заканчивая крупными, испытывают дефицит оборотных средств. Здесь ситуацию могли бы спасти длинные недорогие кредиты. Однако из всего кредитного портфеля страны на сельское хозяйство выделяется лишь малая часть. Вот что об этом говорят эксперты. Казахстан финансирует на 1,7% свою аграрку, Кыргызстан 22%. То есть вот она разница, почему мы на наших южных регионах, во всех полках внутри страны в Казахстане видим крыгызскую продукцию, почему в центральном, северном Казахстане мы видим российскую продукцию. То есть аграрная отрасль, село, критическое недофинансирование. И вот он объем. В России примерно тоже в районе 15-20% финансируется. То же самое в Белоруссии. И эти страны, мы находимся с ними в одном экономическом союзе. И поэтому априори казахский фермер, казахский сельхозжитель, который занимается личным подсобным хозяйством, он не конкурент. Поэтому у нас продовольственная безопасность, мы признаем под угрозой. Казахстан почти на 5 миллиардов долларов заводит продовольствие и примерно на какую же сумму его экспортируют. И если завозим и готовую продукцию, то вывозим в основном сырье в виде тушь мяса, живого скота и зерна. Продовольственная безопасность необходима Казахстану, как и любой другой стране. Случись что завтра, мы должны быть уверены, что прокормить себя сможем. И здесь нужна выверенная поддержка государства в виде понятных схем финансирования и мер поддержки. О политике субсидирования спросили у депутата парламента от фракции Республика Айдарбек Худжаназарова. У нас постоянно меняется политика субсидирования. Вот, к примеру, сегодня у нас еще нет утвержденной политики субсидирования. Мы полтора года живем без политики субсидирования, что на самом деле является нонсенсом. Что это значит? Это значит, что мы даже не знаем, за что мы получим, а за что не получим субсидии. И вот это непостоянство приводит к неэффективности затрат этих субсидий. Айдарбек Асанович, бытует такое мнение в народе, что фермеры получают огромную финансовую поддержку в виде субсидий, однако цены как росли, так и растут. С чем это связано? В начале мы поддерживали мясо, поддерживали мясников, говорили, мы будем сделать, сделаем из нашего Кастана мясную империю, мясного экспортера. Потом раз, несколько дней назад, мы перестали его экспортировать, перестали его субсидировать. Теперь те сельхозники, которые все эти годы развивались и рассчитывали на эту поддержку, они остались сами по себе, и цена на мясо пошла вверх. Теперь мы задаем вопрос, почему цена на мясо пошла вверх, ведь мы вас субсидируем, а мы их уже не субсидируем. То же самое по молоку. Сейчас мы делаем акцент на молоко. И мы не можем понять, насколько вот это все продолжится, и мы, в конце концов, через 2-3 года опять не откажемся, скажем, все, молоко не важно, и оставим один на один с рынком молочных производителей. Плюсом к этому у нас есть регулирование государства. Есть 19 товаров, которые государство регулирует. Яйцо, молоко, эти товары, которые регулируются государством. Цены, по которым мы не имеем права поднимать по своему собственному разумению. То есть государство нам ставит определенный покатель, выше которого мы не можем поднять. По этой причине многие фермеры даже банкротятся, потому что государство поставило верхнюю планку по цене. Снизу его поджимают поставщики химии, удобрений, всего-всего. Вот, к примеру, по яйцу сейчас такая ситуация сложилась. У них себестоимость на 20% выше, чем цена, по которой они продают. Спасибо за ваш ответ. Что касается политики субсидирования, то со стороны государства сегодня вводятся новые механизмы. Президент страны поручил Министерству сельского хозяйства повысить прозрачность выплаты субсидий и обеспечить четкое администрирование. Новшеством, которое повысит эффективность субсидирования, является введение с 2024 года в пилотном режиме встречных обязательств для получателей субсидий. Фермеры встречные обязательства в первую очередь должны будут реализовать свою продукцию на внутренний рынок по рыночной стоимости. Если говорить о других мерах поддержки, здесь тоже есть существенные изменения. Глава государства с первых дней своего президентства обратил внимание на плачевное состояние казахстанских сел и пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь Баулы. Так во многих регионах продолжает действовать программа АОЛ Ель-ПСГ, в рамках которой ремонтируют дороги, строят школы, детские сады и спортивные площадки. Другими словами, улучшают социальную и инженерную инфраструктуру казахстанских поселков. В рамках еще одного национального проекта по модернизации сельского здравоохранения планируется построить более 600 медицинских учреждений в селах. А вот программа АОЛ Аманата позволит сельским жителям попробовать свои силы в бизнесе. Можно будет заниматься дворовым своим хозяйством, или расширением своей бизнеса, или открытием нового бизнеса. Это не значит, что это должно быть, например, в сфере сельского хозяйства. Хотите в сельской местности, откройте баню, откройте парикмахерскую, откройте СТО, мойку, что угодно. То есть, таким образом, у сельской местности, в принципе, которые до этого всегда говорили, что не хватает оборотных средств для бизнеса именно сельского жителя, таким образом, это, я считаю, очень хорошая помощь. Два с половиной тысячи МРП для, скажем, индивидуального предпринимателя. А если, скажем, это будет кооперация, скажем, вы с землей, я с техникой, он как, скажем, агроном или ветеринар, да, для кооперации это дается уже в три раза больше. В рамках данного проекта сельчанам уже выдаются кредиты по 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. По словам разработчиков, только в этом году благодаря программе будет создано более 18 тысяч новых рабочих мест в сельской местности. Послушаем эксперта. Очень большие средства выделяются. И именно эта программа при правильной реализации, еще раз подчеркну, она, конечно, может способствовать тому, что доходы сельского населения могут увеличиться, потому что это масштабирование жамбулского опыта. А в жамбулле после реализации этой программы доходы сельского населения выросли, по-моему, почти в два раза, в 1,8, по-моему, количества получающих. Адресные социальные пособия уменьшились. Еще одна инициатива Токаева, как повысить доходы сельских жителей, сельхозкооперативы. Их создадут для оказания сервисно-сбытовых услуг населению. Будет предоставлен доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. А на реализацию направят порядка 1 триллиона тенге. Что касается земельных отношений, то здесь продолжится работа по возврату неиспользуемых и выданных незаконно сельскохозяйственных земель. В этом году уже возвращено около 900 тысяч гектаров простаивающих сельхозугодий. Что самое важное, все спрашивают, что же будет с этими землями. При этом хочу отметить, что возвращенные государственные сельхозземли будут поставлены в резерв районов для последующего оптимального обеспечения жителей общественными пастбищами. А вышеуказанные земельные участки будут выставлены на конкурс только после полного обеспечения населения землями общего пользования. Как мы видим, работа со стороны правительства и государственных структур ведется. Возможно, не такими быстрыми темпами и пока не так эффективно, как хотелось бы. Однако стоит помнить, что эта отрасль всегда переживала непростые времена. Только за последние 7 лет сменились 5 министров сельского хозяйства, и каждый из них устанавливал свои правила. Сегодня все эксперты сходятся во едином мнении – Казахстану нужна стабильная государственная политика. Депутаты парламента уже разработали свои предложения, которые, по их мнению, позволят изменить ситуацию на селе в лучшую сторону. Необходимо развивать экономическую активность. Следовательно, в 8-м созыве мы уже начали поднимать ряд вопросов, в частности, повышение финансирования сел. Не обязательно сельского хозяйства, сел. Потому что, когда мы говорим о селе, это не всегда растеневозство или животноводство. Просто открыть баню, кафе – это тоже сельский бизнес, но никто не хочет его кредитовать. Поэтому мы думаем о необходимости создания сельхозбанка, либо сельского банка, то есть финансового института, который направлен на кредитование и финансирование бизнеса на селе, будь то сельхозбизнес или не сельхозбизнес. Третий вопрос, который мы хотим поднять, – это вопрос единого аграрного налога. Что это позволит? Это позволит существенно облегчить нагрузку на сельхозтоваропроизводители с точки зрения именно кадрового потенциала. К примеру, та же самая бухгалтерия или расчет своих налогов для мелкого сельского крестьянина – это серьезная нагрузка. Найти просто хорошего бухгалтера – это большая проблема на селе. Мы сейчас платим на сельском бизнесе порядка 8 видов налогов. Мы думаем сократить их до одного налога. Может быть, по сумме это не будет существенно меньше, но это будет намного легче администрировать и управлять этим делом. Сегодня мы говорим о реформе сельского хозяйства, о проблемах и возможностях, которые есть у Казахстана в сфере сельскохозяйственной отрасли. В нашей студии Толиутай Рахимбеков – доктор экономических наук, с которым мы обсудим сложившуюся ситуацию и узнаем, какие меры необходимо принять правительству, чтобы аграрный сектор Казахстана стал драйвером экономического развития. Толиутай Сатаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Толиутай Сатаевич, вы человек, который знает все сильные и слабые стороны отечественного агропромышленного комплекса. Скажите, почему, несмотря на обилие различных программ, огромные средства, которые вливаются государством, жизнь в аулах и развитие фермерского хозяйства до сих пор оставляет желать лучшего? Знаете, вы абсолютно правильно заметили, что нельзя сказать, что государство не обращает внимания на сельское хозяйство. Есть государственные программы, есть отраслевые, есть законы. Немалые деньги выделяются. По объемам субсидий мы уже вышли на уровень почти полтриллиона тенге. И это за последние 20 лет. Мы в 2003 году, когда было трехлетие аула, первый год госпрограммы, мы начинали с трех с половиной миллиардов тенге всего лишь. Сейчас уже полтриллиона тенге. Но, несмотря на это, ситуация в сельском хозяйстве не то, что не улучшается. Последние 2-3 года я обращаю внимание, что мы начали откатываться даже назад. Я считаю, главная причина в том, что нет комплексного подхода, нет комплексного понимания вообще, что такое сельское хозяйство. Я читаю, смотрю, полемизирую, спорю. Даже вроде бы продвинутые экономисты относятся к сельскому хозяйству, как к некой какой-то отрасли. Здесь нет учета всех факторов. Начиная, я еще раз говорю, от экономической теории. А еще Ленин говорил, что без теории жизнь не жизнь. Заканчивая, допустим, учетом менталитета рядового сельского жителя. Без этого что-то делать в сельском хозяйстве невозможно. Сельское хозяйство, я всегда считал, считаю и буду считать, это не отрасль экономики. Это социально-экономическая сфера. Она на стыке между социальной сферой, образованием, здравоохранением, и отраслью экономики, машиностроением и так далее. В сельском хозяйстве нельзя, как в машиностроении, допустим, с 9 до 6, в 6 вечера завод закрыл, ушел, суббота, воскресенье, выходные. Корове же не скажешь, пятницу вечером уходят, давай до понедельника до 9 подожди, не вздумай телиться. Там образ жизни 24 на 7. Природно-климатические условия, всякое такое. И немаловажное влияние социального фактора. Ведь что такое любой вид экономической деятельности, он связан с извлечением дохода. Любой вид. В сельском хозяйстве это сельхозпродукция. Кто у нас является потребителем сельхозпродукции? Все население страны. Бесконечно повышать цены нельзя. Тоже все время привожу пример. За последние 20 лет горючие смазочные материалы, бензин, дистопливо подорожало как минимум в 15 раз. За это время хлеб подорожал 4-5 раз. Но каждый раз, когда хлеб дорожал на 3-5%, выговоры получали замакимы, вице-министры и так далее. А дорожание ГСМ кто-нибудь заметил? Стало меньше на улицах джипов, сомневаюсь. Вот этого учета нет. Если все эти факторы не учитывать, то говорить о каких-то подвижках в сельском хозяйстве невозможно. У нас сельским хозяйством руководили кто угодно. Юристы, математики, финансисты. А нужно понимание в целом отрасли. То же самое, допустим, то, что программные документы. Президент Хазмжев Артемельевич Тухаев еще на время своей предвыборной в октябре дал поручение изыскать возможность триллион тенге на сельскую кооперацию выделить. Полгода прошло, ничего не сделано. Но те подходы, которые предлагают чиновники, они создадут не пути решения, они создадут еще больше проблем. Давайте, говорят, раздадим деньги крестьянам под 2,5%. Молодцы, шикарно, но не учитывается множество факторов. Сбыть продукции, которые произведет, какой залог предоставить под кредит. Вот эти вот все вещи надо же учитывать. Как минимум 5 проблемных вопросов. Всего этого нет. Все ли зависит от государства, или люди должны сами проявить инициативу, чтобы возродить село? Я считаю так, можно, если я постараюсь пошире ответить, Казахстану давно пора уже разработать новую государственную аграрную политику. При этом, имея в виду, что развитие села и сельского хозяйства должно стать главным приоритетом Казахстана. Мы должны стать аграрной державой. Если объективно все посмотреть, нам не надо пыжиться, пытаться догнать Японию по автомобилям, Германию по компьютерам, Соединенные Штаты по аэробусам. У нас своя ниша. То, что есть, нужно развивать. Пандемия 2020 года, события на Украине в 2022 году, да наши январские события прошлого года показали, что производить продукты питания оказывается не менее престижно, если не более престижно, чем производить те же компьютеры, машины. Давайте этим займемся. Почему мы не можем этим заняться? Вот на это надо обращать внимание, я считаю. А что нужно сделать для этого? Вот нужна новая государственная аграрная политика, то, о чем я говорил. Надо создавать инфраструктуру сельского хозяйства, то есть сферу услуг на основе кооперации. Надо менять всю систему государственной поддержки заново. То есть вот эти вот 50 видов субсидий, когда мы начинаем субсидировать все под подряд, даже некоторые сейчас договариваются до того, что у нас овцеводство не развивается, потому что нет пастухов-чабанов, а что чабанам надо хорошо платить, пусть государство платит субсидию на зарплату. Ну куда еще дальше? Казахстану и государственным органам, и общественным организациям, и бизнес-структурам, и всем гражданам Казахстана надо навалиться и вытащить сельское хозяйство. Вместе с селом. Почему-то считается, что если страна аграрная, она отсталая. Почему? Если она будет развита с точки зрения сельское хозяйство, сельское хозяйство потянет за собой машиностроение, химическую промышленность, науку, образование, логистику, все, что хотите, она вытащит само по себе. Вот этим надо нам селом и сельским хозяйством заниматься. Национальные идеи все время наши идеологи, философы, политологи спорят. Не надо выдумывать. Давайте возьмем слова Биембета Майлина, нашего великого соотечественника. Расцвет аула – расцвет Казахстана. Аул Гульдену, Казахстана Гульдену. И на этом строить все остальное. Спасибо большое за ваш информативный ответ. Вам спасибо большое. Развитие агропромышленного комплекса, повышение благосостояния сельских жителей – вполне реальные и достижимые цели. Нужна политическая воля. Она есть. Рабочие программы развития, которые уже тоже разработаны, теперь дело за реализацией. Будем надеяться, что контролирующие органы не подведут. На этом у меня все. Встретимся через неделю и разберем очередную реформу.